Мы находимся в сердце Киева. И начать знакомство со столицей Украины предлагаю с храма София Киевская. Первый камень его был заложен в 1037 году, то есть в 11 столетии. Что ж, давайте отправимся в прошлое. Мы попадаем в XI век. Можно себя представить рядом, идущим с князем тем же Ярославом Мудрым. До тех пор, пока стоит Аранта, до тех пор будет существовать Киев. Каждый человек, приходящий сюда для того, чтобы помолиться, получает ответ на свой вопрос. Софийский собор — это чудо. Невозможно описать словами. Нужно все увидеть собственными глазами. Мы приехали сюда рано утром для того, чтобы оглядеть всю Софию, потому что территория заповедника насчитывает более 5 гектаров. И были удивлены, увидев такое большое количество туристов. Сегодня национальный заповедник София Киевская — это музейный комплекс, объединяющий 77 памятников архитектуры. Они находятся не только в Киеве, но и в автономной республике Крым. В частности, в состав заповедника София Киевская входят с 1958 года Судакская крепость в Крыму, с 1958 года Андреевская церковь в Киеве, с 1965 года Кирилловская церковь в Киеве, с 1983 года Золотые ворота в Киеве. София в переводе с греческого означает «премудрость Божья». София Киевская построена по прообразу Софии Константинопольской. Но больше нам об ее истории расскажет человек, который изучал ее тайны много лет. Наталья Титочка — ведущий экскурсовод заповедника. Изучает историю Софии более 10 лет. Знает множество легенд, связанных с одной из главных украинских святынь — Софийским собором. В исторических источниках по-разному очень датируют собор Софийский. В повести временных лет указывается 1037 год и связывают строительство Софии с именем великого киевского князя Ярослава Мудрого, сына Владимира Крестителя. В новгородской летописи указывается 1018 год. Некоторые современные ученые датируют Софию в 2011 год и считают, что заложена она была еще при Владимире Крестителе, а Ярослав завершил дело своего отца. Некоторые ученые вообще считают, что Ольга, бабушка Владимира, еще заложила собор. Что стало с тех времен? Вот мы видим, да, вот эту кладку. Это кладка какого года? Да, перед нами разные эпохи собора Софийского. Открыта кладка XI века. Собор был построен так называемой смешанной кладкой, когда очередовались ряды камня, гранита и кварцита с кирпичом-линфой. Кладку эту заимствовали у византийских мастеров. На рубеже XVII-XVIII столетий, в эпоху Борока в Украине, собор изменился внешне до неузнаваемости. Но внутри собор почти что неизменным остался с древних времен. На сегодняшний день в Софии Киевской самый большой ансамбль монументальной живописи XI века на территории всей Восточной Европы. За свою почти тысячелетнюю историю София пережила немало нашествий, грабежей и пожаров. К сожалению, очень много людей думают, что собор перестроен. Он никогда не был разрушен. Он был, конечно же, и разграблен, и опустошен, и даже частично поврежден с западной стороны. Перед нами восточный фасад собора Софийского, и собор на удивление пережил все войны, ремонты, и он почти полностью сохранился до нашего времени. То есть внутри мы как раз зайдем в собор и увидим то, что было построено. Давайте пройдем вовнутрь, в XI век. Конечно, за прошедшую тысячу лет здание менялось за счет пристроек и перестроек. Но уникальность Софии именно в том, что до наших дней здесь сохранились артефакты, созданные еще в XI веке. Сегодня в Софийском соборе можно увидеть около 260 квадратных метров мозаик и 3000 квадратных метров фресок того времени. Палитра мозаик состоит из более 170 оттенков. Кстати, фотографировать и проводить видеосъемку в соборе запрещено, так как вспышка пагубно влияет на цвет фресок. Поэтому то, что мы сейчас видим, в своем роде уникальное видео. Мы находимся с вами в центре собора, возле иконостаса Бароккового 18-го столетия. Иконостас был создан при митрополите Рафаиле Запоровском, киевскими мастерами. Это позолоченная липа, липа – мягкое дерево, которое хорошо поддается обработке. В центре иконостаса царские врата. Их вес составляет 140 килограммов, 85 из которых – чистое серебро. Главная достопримечательность Софии – мозаика Божией Матери Оранда. Она находится прямо над царскими вратами. Ее высота – 5,5 метров. Это самая большая мозаика в соборе. На удивление, она сохранилась лучше всего с 11 века. Здесь почти каждый кубик смальты на своем месте. Смальты – это то, из чего набирали мозаичные изображения. Это сплав стекла с разными природными красителями в виде солей, окисей, металлов различных. Размеры смальты – от 2 кубических миллиметров до 1,5 сантиметров кубических. Заметьте, как блестит золотой фон. Это настоящее золото. Сверху на смальту определенного цвета наклеивали тоненький золотой листик, который закрепляли стеклянной пленкой. Получается, что оранта переливается разными оттенками. Оранта в переводе с греческого означает «та, которая мулится». Существует поверье, что оранта оберегает город, в котором ее почитают. Оранту называли на берегине Киева нерушимой стеной премудрости Божьей. И верили, что до тех пор, пока стоит оранта, до тех пор будет существовать Киев. В общем, на стенах Софии сегодня можно увидеть более 500 изображений тысячелетней давности. Часто ученым сложно атрибутировать изображения, потому что вертикальные подписи на греческом языке во многих случаях не сохранились. А в XIX веке для благолепия, так сказать, подписывали неизвестные композиции любыми приличными именами. Поэтому это очень усложняет работу ученых. Помогают в этом многочисленные настенные надписи, так называемые граффити. В переводе с итальянского граффити означает «выцарапывать». Люди всегда придавали слову особое сакральное значение. Поэтому, несмотря на то, что церковный устав запрещал портить стены, прихожане довольно часто выцарапывали на них обращение к святым. На стенах Софийского собора насчитывается более 7 тысяч граффити разных веков. Их до сих пор исследуют ученые. Вот, к примеру, одна из самых известных надписей, выцарапанных на стене собора. Это запись о смерти князя Ярослава Мудрого. Информация этой надписи совпадает с ипатийской летописью. Здесь указано, что киевский князь Ярослав убер 20 февраля 1054 года, в субботу, в неделю поста, в день святого Федора. Не случайно надпись о смерти князя именно на этой стене в центре собора, поскольку в центральной части храма в XI веке был написан княжеский семейный портрет. К сожалению, от портрета семьи Ярослава Мудрого до сегодняшнего дня сохранилось только 6 фигур. Только две детские фигуры справа от нас на северной стене и 4 фигуры на южной стене. В целом 6 изображений сохранилось, но атрибутировать их очень сложно, поскольку все почти что фрески собора Софийского, включая эти, были в XVIII-XIX веках обновлены масляной живописью. В XVIII веке на месте этих изображений были написаны портретные композиции мучениц Софии, веры, надежды и любви. Очень часто ученые утверждают, что на этой стене изображены дочери Ярослава Мудрого, так как они были очень известными в Европе. К примеру, Анна Ярославна была королевой Франции, и правила даже после смерти своего супруга Генриха I. Елизавета была королевой Норвегии, Анастасия – в Венгрии. По традиции у киевских князей было два имени – светское и церковное. Ярослав при крещении получил имя Георгий. В Георгиевском пределе Софийского собора среди настенных композиций есть одна, по мнению ученых, очень интересная. Это изображение мужчины в княжеском одеянии с бородой и без нимба над головой. Не исключено, что это один из портретов князя Ярослава, который молится своему небесному покровителю. Тем более, что в соседнем помещении была организована Великокняжеская усыпальница, где до сих пор находится мраморный саркофаг князя Ярослава. Давайте туда и пойдем. Давайте. В восточной части внутренней и внешней Северной галерей собора в древности была Великокняжеская усыпальница. Здесь были похоронены Ярослав Мудрый, его сын Всеволод Ярославович, внуки Ростислав Всеволодович и Владимир Мономах, а также другие члены княжеского рода. Но до наших дней сохранился лишь саркофаг Ярослава Мудрого. Вес гробницы более шести тонн. Саркофаг сделан из мрамора и украшен изображениями древнехристианских символов. В 1936 году в саркофаге обнаружили перемешанные кости, из которых был выложен женский и мужской скелет. Женский скелет не был идентифицирован. А вот, что касается мужского скелета, то на экспертизе в Ленинграде в 1939 году было подтверждено, что это действительно скелет князя Ярослава, поскольку характеристики этого скелета совпали с описанием внешности князя по летописи. Он был достаточно высокий, как на XI век. Его рост составлял приблизительно 173-175 см. Также он был хромым, получил при битвах с печенегами повреждения в бедро и в колено и умер на 76-м году жизни. Таким образом, было доказано, что это скелет князя Ярослава. Пять лет назад, в сентябре 2009 года, когда ученые решили провести современную экспертизу и генетические анализы станков, в саркофаге нашли совершенно другие кости. Скелет Ярослава был подменен. Ученые считают, что это случилось во время Второй мировой войны. Но поскольку прошло очень много времени, с тех пор, как об этом узнали все, очень сложно представляется сейчас определить, где находится скелет оригинальный. К счастью, в 1939 году в Ленинграде, когда проводили экспертизу скелета князя, известный скульптор Михаил Герасимов создал на основе его оригинального черепа портрет скульптурный, что дает нам возможность сегодня представить себе, как выглядел Ярослав Мудрый при жизни. Женский скелет, как считают некоторые ученые, принадлежит жене Ярослава, княгине Ирине. Но официального подтверждения этому нет. В подвалах Софии также много захоронений высших духовных сановников разных времен. Считалось, что души умерших князей, умерших праведников, оберегают от зла, просят за всех Бога. Поэтому в соборе, в подвальной части, целый склеп есть, где множество саркофагов находится. Неотъемлемой частью Софийского ансамбля является колокольня, построенная в 17-м столетии на деньги украинского гетьмана Ивана Мазепы. Остался всего один оригинальный колокол, который имеет название Мазепа в честь своего фундатора. Ориентировочный вес колокола составляет две тонны. Остальные купола не сохранились. В 30-е годы 20-го века они все были уничтожены для потребности металлургии. Высота Софийской колокольни 76 метров. С нее открывается прекрасная панорама Верхнего Киева. Отсюда видны золотые купола Михайловского собора, памятник Богдану Хмельницкому, построенный в 1888 году, и вся Софийская площадь. Чего только нет в заповеднике. Есть даже свое дерево, которое исполняет желания. А вообще София Киевская является местом силы, где скуплено очень много позитивно заряженной энергетики. Так ли это на самом деле, расскажет человек, который действительно об этом знает. Евгений Поляков – мастер, рунолог, целитель и биоэнерготерапевт. Практик ряда оккультных традиций. Изучает места силы Украины более 16 лет. Место, на котором возведена София Киевская, считает особенным. С древних времен и даже частично по сегодняшней храмы строят не на случайных местах. С точки зрения эзотерики, на самом деле, подобные места отличались также тем, что в этих точках реки делали изгибы. В зависимости от того, был ли это внутренний или внешний край изгиба реки, формировались позитивные, либо негативные, негативно заряженные полюса энергетики, исходя из баланса общих, скажем, точек по стране, по региону, и выбирали, на какой стране реки строить какие храмы и основывать какие города. В свое время, когда начали строить наш город, именно здесь сразу решили построить храм. Здесь когда-то, еще до христианских времена, находился целый комплекс физических капищ, которые настолько за время истории были стерты и разрушены, что о них фактически даже упоминаний не осталось. Софийский собор сразу задумывался как главный храм Киевской Руси. Он был построен в центре Древнего Киева. Собор был сооружен в византийском стиле, имел пирамидальную структуру и 13 куполов. Один купол главный, 12 куполов поменьше. Расположенных вокруг него символизировали Иисуса Христа и 12 апостолов. Сегодня у Софии 19 куполов. Если 13 говорило человеку о том, что ты пришел сюда для того, чтобы измениться, 19 указывает однозначно на то, какие перемены в тебе должны произойти. 19 – это число Солнца в его духовном аспекте. То есть это высший дух человека, это высшее сознание, это одухотворенность и ведомость высшими силами. Попадая под влияние числа 19, человек так или иначе устанавливает моментальную связь со своим высшим Я, со своим духом-покровителем, со своим ангелом-хранителем, непосредственно с Богом. Именно этот храм, несмотря на то, что Киев богат интересными храмами, да, это и ближайшие Михайловские Златоверхи, это и Владимирский собор, и Выдубицкий монастырь, и многие-многие другие интересные храмовые комплексы города, именно София является сердцем. Поскольку София – это уникальное по своей ингоструктуре место, обухотворяющее каждого, кто заходит в храм, Евгений советует хотя бы раз в год находить время для того, чтобы прийти сюда. Число 19 также является символом совершенства, духовного совершенства человека. Это число и этот символ, символика этой вибрации 19 абсолютно оторваны от материального, никак не связаны. Приходя в этот собор, останавливаясь под главным куполом, который соединяет в себе, как линза, стягивает энергию всего собора, и на самом деле всей территории, где-то на полкилометра вокруг себя, человек получает прямой духовный контакт, когда он может получить в форме озарения, в форме какой-то вспышки памяти, в форме каких-то услышанных, возможно, разговоров, ответ на те вопросы, с которыми он сюда пришел. Все-таки это место строилось как храм. Это место на протяжении 10 веков являлось принадлежностью православной веры, православного христианства. Это место намолено как храм этой веры. Поэтому, конечно, каждый человек, приходящий сюда для того, чтобы помолиться, получает ответ на свой вопрос. В самом соборе, по словам Евгении, есть иконы и фрески, имеющие откровенно магические значения. Это зашифрованные сакральные технологии первых христиан. К ним советуют подходить молча. И в оформлении орнаментом использовался принцип сакрального программирования. Человек, созерцая эти образы, в состоянии остановленного диалога, должен был получить умиротворение и контакт с высшими силами, контакт с Богом и контакт со своим высшим Я. Потому что именно раскрытие человеческой души было основой того, зачем приходили в любые храмы, на любые подобные места во все времена люди. Экскурсоводы рассказывают, несмотря на то, что София вот уже 80 лет не является действующим храмом, в соборе часто можно встретить молящихся людей. Лариса Русенко пришла в заповедник София Киевская еще студенткой. С тех пор уже 20 лет изучает его тайны. Более 8 лет заведует отделом в Софийский музей. 80 лет назад храм стал музеем, рассказывает Лариса. Но от этого он не утратил свою духовную силу. На мой взгляд, разговор человека с Богом, он может осуществляться в любом месте. Главное, чтобы Бог был у нас в сердце. Но в то же время, когда люди собираются в одном месте, они молятся, и, как говорят, каждому дается по его вере. Поэтому я считаю, что вполне нормально то, что люди приходят и молятся. Некоторые люди приходят и говорят, почему это не церковь, ведь это строилось как церковь. Мы хотим прийти сюда и помолиться. Но дело в том, что собор, Софийский собор, это такое уникальное, это, скажем, такое чудо, что он перерос значение просто храма. Это наш символ Украины, это наша гордость, это наша слава. Помолиться мы можем в любом храме. А Софийский собор уже стал, вы знаете, он как парит в небесах. То есть это наш символ, который мы должны сберечь для будущих поколений. Уникальное сооружение, которое стоит уже тысячу лет, удивляет даже ученых. Анализируя историю храма, они вынуждены признать, Софию бережет сам Бог. Начиная с 13 века нашествия хана Батыя, так и продолжая до сталинских времен, когда уничтожали храмы и когда был разрушен великолепный Михайловский златоверхий собор, построенный в 12 веке и последний храм, который был украшен мозаиками и фресками. Поэтому то, что Софийский собор уцелел, это действительно чудо, тем более, что были планы разрушить и его. В общем, об истории собора можно говорить очень много. В 1918 году во время артобстрела большевиками в южную стену апсиды собора, главной апсиды, попал снаряд, и часть мозаики была разрушена. Его пытались взорвать, ну, во всяком случае, существовали такие гипотезы о попытке взрыва тоже изаминировать. Но главное, мы имеем результат, это собор с нами. И сохранилась в основном действительно его архитектура с 11 века. Существует поверье, если загадать желание обойти Софию три раза вокруг по часовой стрелке, то оно обязательно сбудется. Не знаю, насколько это правда, но проверить стоит. Древние стены Софии до сих пор скрывают немало тайн, поэтому здесь и по сей день ведутся научно-исследовательские работы. Вот, посмотрите, тут можно найти монетки, их много, даже записки. И вот. Еще больше тайн скрыто под собором. До сих пор не изучены сложные подвалы, и не найдена знаменитая библиотека Ярослава Мудрого, которая, по легенде, находится именно в Софийском соборе. Существовали подземные ходы, которые вели от одного храма к другому. Также эти ходы существовали и вокруг Софийского собора. Но дело в том, что они изучены, скажем так, частично. Изучение только планируется согласно комплексной программе, которая вот сейчас была утверждена. Считается, что библиотека князя Ярослава Мудрого, которая была собрана в Софийском соборе, возможно, где-то была спрятана в одном из этих ходов. Возможно, когда-нибудь случится чудо, и где-то она и найдется. Сегодня, как и тысячу лет назад, удивительное сооружение София Киевская притягивает к себе множество посетителей. Вы первый раз в Киеве? Да, вы знаете, несмотря на то, что я живу здесь в Киеве, я тут прогуливаюсь часто, хожу кругами, но сюда зашел первый раз. Очень мне нравится здесь, очень хорошо, очень красиво, очень духовно. Такая атмосфера старины, я бы сказал. Аура очень хорошая, очень приятная здесь на самом деле. Место, ну, просто намоленное. Потому что сила такая вот, благодать тебя окутывая с головы до ног, что встать, ну, просто невозможно. Уйти отсюда, ну, просто невозможно. Даже дождь капает, не мешает. И то, какой-то благодать божья, а не дождь. Релакс такой вот, вот какой-то вот хочется, не хочется вставать. Я вот, такое впечатление, что ты погружаешься не то в сон, не то в какое-то вот приятное такое состояние. А вы были, вы заходили в кран? Ну, в данный, в этот раз нет, сегодня нет, а раньше мы там были. Мы там обошли, там облазили все. Прямо-таки облазили все уголочки, которые можно и не можно. Незабываемое впечатление самого Аранта представляет, когда вот это вот величие, когда стоишь рядом и чувствуешь, здесь вот защита какая-то огромная, материнская. Я здесь был месяц назад, случайно прогуливали, ну, то есть была экскурсия. Я, ну, здесь почувствовал определенные изменения состояния. То есть на следующий день приехал сюда, здесь походил, здесь очень прекрасная энергетика, атмосфера, очень понравилось. Место, которое здесь, его можно сравнить, если вы знаете, когда в душ приходишь, теплый душ тебя окатывает, то есть через время ты из него выходишь, состояние теряется, но хочется опять через время. Я сюда пришел, потому что тут чувствуется хорошая аура и нашему поколению, моему поколению, и нашей стране все-таки нужно определять внимание на духовность, и на храм души. Софийский собор — это чудо, которое мы имеем, и он уникален по своей сущности, значимости, по всему. И действительно хочется поделиться этим со всеми. Я хочу сказать, что несмотря на все богатство русского языка или других языков, невозможно описать словами. Просто его невозможно описать словами. Нужно все увидеть собственными глазами. Нужно прийти и увидеть эти великолепные мозаики. Нужно окунуться в эту атмосферу. И нужно остаться один на один с собором. И тогда вы сможете понять и узнать его. На этом наше знакомство с Софией заканчивается, а знакомство с Киевом только начинается. Добро пожаловать в Украину!